Больной без сознания? Это взрослый или ребёнок? Давайте адрес проверим. Она была к 3, дом 119, квартира 20. Вы за приняты 16.47. Ждайте, пожалуйста. До свидания. Как часто мы игнорируем сигналы, которые посылает наш организм? Головокружение, дискомфорт, упадок сил. Давление низкое. 60 на 40. Быстрее подключайте дофамин. Мы отмахиваемся от неприятных симптомов и убеждаем себя, что всё пройдёт само собой. Но зачастую это не так. Как научиться лучше понимать свой организм и побороть страх похода к врачу? Какие симптомы указывают на наличие заболевания? В чём важность профилактического осмотра? Об этом и многом другом смотрите в программе «Спасаем жизни». Пытуют мнение, что онкология поражает взрослых людей. Однако всё чаще её диагностируют у детей. Около 2% больных онкологических отделений во всём мире младше 18 лет. Здравствуйте! В эфире программа «Спасаем жизни» и я, её ведущий Арман Каримов. Сегодня обсудим непростую тему – детский рак. Болезнь, которая затрагивает не только семьи маленьких пациентов, но и общество в целом. Гульнар Бекситова в Национальном научном центре материнства и детства в Астане лежит уже третий раз. Жительнице Шимкента пришлось столкнуться с самым страшным для матери – болезнью своих детей. Всё началось, когда шестилетнему сыну поставили диагноз «рак головного мозга». 16-го года по 17-й год, апрель, мы получили 6 курсов химии. ТКМ – это трансплантация костного мозга, чтобы очистить спиной мозг. Получили лучи, лучевую терапию, то есть… И на этом как бы нас домой отпустили. Мы лечения 9 месяцев пролечились. Ребёнка удалось вылечить, но рак обнаружился и у дочери. На этот раз – нефробластома – опухоль, поражающая почки. Сына пришлось оставить дома, а с дочкой вернуться в больницу. Нефробластома – это, мне так объяснили, это как в почках опухоль у нас. Будет, надеюсь, в будущем у нас будет удаление почки. А до этого как бы опухоль большая, предоперационная химия будет, чтобы уменьшить опухоль. После уменьшения дали, соответственно, удаление почки. Но мы на всё готовы. Главное, чтобы у нас всё хорошо было, всё удачно было. Маленькой Айжулдыс всего год и три месяца. Но девочка храбро сражается с болезнью. Врачи говорят, прогноз у пациентки хороший. Детские опухоли намного лучше поддаются химиотерапией, чем это бывает у взрослых. А удаление одной почки – не самое страшное последствие лечения рака. Как правило, нефробластома поражает одну почку. Крайне редко, чтобы было двухстороннее. Это, как правило, запущенная стадия. Удаление и химиотерапия не подразумевают необходимость пересадки второй почки, если одна работает. Необходимости нет. Люди вполне хорошо живут с одной почкой. Нефробластома или опухоль Вилмса – один из наиболее часто встречающихся видов рака у детей до 5 лет. Развивается она чаще всего ещё в утробе матери – из растущих клеток почки. Сказать, из-за чего эта опухоль появляется у малышей, учёные пока не могут. Но уже установили её связь с изменениями некоторых генов и хромосом. Отличие детской онкологии от взрослой в том, что в основном она связана с врождёнными мутациями. Есть несколько факторов – генетические, физические, химические, различные травмы. Всё это может привести к развитию онкологических заболеваний. Выявляются они у малышей, как правило, поздно, на третьей-четвёртой стадии. Если среди взрослых злокачественные опухоли поражают чаще всего лёгкие, молочные железы, кишечник, желудок и репродуктивную систему, то у детей самыми распространёнными являются лейкоз, рак крови, опухоли центральной нервной системы, то есть головного и спинного мозга, нейробластомы – они могут появиться в надпочечниках, шее или забрюшенном пространстве. Чуть реже встречаются нефробластомы – опухоли, лимфатической системы и остеогенные, то есть костные саркомы. В научном центре материнства и детства маленьких раковых пациентов лечат, начиная с 2010 года. До этого их принимали только в Алматы, в научном центре педиатрии и детской хирургии. С открытием четырёх дополнительных отделений в столице казахстанские врачи могут лечить на сотню детей больше ежегодно. Это доступно не в каждой стране. Я бы сказал, что в СНГ – это мы единственные, где есть список заболеваний и состояний, которые по линии санитарной авиации в течение суток доставляются пациентам в наш центр. Я сам неоднократно вылетал по линии санавиации, привозил таких тяжёлых больных. И туда включены это онкогематологические пациенты, дети. В традиционном перечне причин развития рака первые места занимают курение, инфекции, воздействие радиации. К тому же риск изникновения этой болезни увеличивается после 60 лет. Откуда же она появляется у малышей? Ежегодно различные виды злокачественных опухолей находят у 140 из 1 миллиона детей. О причинах развития и профилактике раковых патологий поговорим с главным детским онкологом, профессором Олеханом Жумашевым. Олехан Кушарлевич, и вот первый вопрос. Как изменилось количество маленьких пациентов? Больше детей сегодня выявляется с онкологией? Больше выявляется действительно, потому что диагностика улучшилась. Я бы сказал, и заболевание тоже растёт. Потому что причина этого заболевания экологически, главная причина – это экология. В Казахстане очень много открытых местностей, например, урановые местности, другие радиационные местности, очень много. Вот, например, в прошлом году, в 17-м году, по статистике Минздрава, в Казахстане заболело 631 больных. Фиксировано. С 631 ребёнка было выявлено онкологическое заболевание. Из них 80% приходят на диакозные заболевания. А, кстати, вот в чём заключается сложность диагностирования и лечения именно детей, маленьких пациентов? Конечно. У детей все злокачественные опухоли разделяются на три вида. Это первая группа – эмбриональные, то есть врождённые опухоли. Вторая группа – ювенильные, ювенильные, детские называются. Третья – это похожая на взрослые опухоли. Или, если взять всю детскую онкологию, 60% долю детской онкологии приходится эмбриональной опухоли, то есть врождённые опухоли. Ещё внутриутробно, вот сейчас, и в Казахстане начали выявлять. Узистов надо научить, чтобы они все специализировались по онкологии, чтобы они обнаруживали во время беременности заболевания онкологические. Можно внутриутробно, можно оперировать, корректировать можно сейчас. Маленьких пациентов, детей с онкологией, лечат так же, как взрослых, теми же препаратами, теми же методами или лечение отличается? У детей опухоли, поэтому берёт начало из мизинхемальных растущих, они очень хорошо чувствительны на химиотерапию. Химиотерапия – это лекарственная терапия. Химиотерапия вообще в онкологии начата от детей. Взрослые раньше химиотерапию не делали противоопухоли, лекарственные препараты, а пробировано всё у детей. Потому что детская опухоль хорошо поддаётся, излечивается. Детская опухоль на сегодня, если вовремя обнаружит, вовремя, если нормальный будет в клиниках лечиться, 100% излечивается. Причины почему возникают у детей? Причины на сегодня, точно сказать, после вот этого заболевания обязательно будет вот это онкологическое заболевание невозможно. Хотя имеется, конечно, причина, все учёные уже до сегодняшнего, ещё сто лет изучается. Причин очень много. Есть теории, например, теория канцерорганизма, например, у взрослых говорим, теория вирусная. Есть теория у детей основного, теория канцерорганизма. Если, ну, конечно, это всё передаётся от матери. Я не говорю, мать плохая, поэтому передался, или мать заболела, онкологически заболела, поэтому передался. Нет, у основного детского опухоль генетические. Седьмого класса, 12-13 летняя девочка, молочной железы нет, но уже есть рак некоторых, выявляется. И откуда? Оказывается, дети у детей, все, начиная с седьмого класса, хронический пилонефрит. Хронический пилонефрит, она всказывается во время беременности. Половые инфекции очень много. Половые инфекции осядут там. Тоже влияют? Сильно влияют, сильно. И все факторы изменяют генетический код ребёнка. А теперь вот можно как предотвратить, как максимально обезопасить своих детей от того, чтобы у них не появилась онкология? Например, сделать прививку, чтобы в дальнейшем опухоль у него, у этого ребёнка не появилась опухоль. Такого нет на сегодня. Хотя мы вот такую вакцинацию проводим. Например, при раке шейки матки у женщин. Для предотвращения рака шейки матки в дальнейшем детям, начиная с 12-летнего возраста, 14-16 лет, мы проводим вакцинацию. В Казахстане же проводится. А остальные, для остальных нет на сегодня вакцинации. Мы не знаем. Поэтому мы всегда говорим. Самое главное, экологически чистые продукты, чтобы вот эти кока-колы, пепси-колы, то, что мы говорим, курение, родители курят. Не говорим, что беременность надо запланировать. Раз нет такого лекарства, предотвратить это опухоли, придётся раннее выявление. Надо постоянно ходить, во время беременности надо постоянно ходить к гинекологу, акушер-гинекологу. На учёт надо стать и делать УЗИ каждые 3 месяца. Огромное вам спасибо за содержательную беседу. В вашей работе вам желаю успехов. Спасибо. Врахмут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это палата специально для детей, которые самостоятельно не могут дышать, находится на обеспечении ИВЛ. С помощью спонсоров мы провели сюда уже кислород и также купили с помощью спонсоров ИВЛ-аппарат. Аппарат искусственного дыхания, рентген, ультрафиолетовые облучатели для очистки воздуха – всё как в больнице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А этажом ниже – игрушки, телевизор и вкусная еда. Центр палеотивной помощи – это не клиника и не дом. Это место, где детям с неутешительным прогнозом помогают пройти последние стадии рака. У нас есть специальный критерий. Дети поступают в тяжёлые, в онкологической стадии, которые, например, когда врачи принимают решение, что медикаменты, химиотерапия, лучевая терапия не помогают, то есть они направляют уже в палеотивный центр. Когда продолжительность жизни возможна от 3 до 6 месяцев. Каждый день или неделя отвоёванные у болезней победа. К ней вместе с ребёнком идут его родители и сотрудники центра. Главная цель этого заведения – улучшить качество жизни маленьких пациентов. Простые забота и внимание помогают здесь не хуже медицинского вмешательства. Это не обязательно, что он будет принимать какие-то медикаменты. Это просто, например, поддерживание печени после всей химиотерапии, лучевой терапии, поддерживание организма, очистка организма. Приобщение к спорту, к здоровому образу жизни, Стараемся родителей как-то учить, чтобы они следили за питанием детей. Среди работников центра – квалифицированные медсёстры, психологи, социальные работники. Их поддержка нужна и родителям. Специальная выездная служба помогает ухаживать за детьми дома, привозит им подарки, а если необходимо, обучает мам и пап заботиться о ребёнке в тяжёлом состоянии. Готовит их морально к тем испытаниям, что им ещё предстоит пройти. Выездная служба работает с 2009 года. Ежедневно поступает 6-7 звонков. Мы выезжаем, оказываем медицинские, психологические, социальную помощь. Всё, что имеется в этом центре, собрано благодаря пожертвованиям и спонсорской помощи. Одни подарили дом, другие приносят лекарства и продукты, третьи перечисляют деньги на расчётный счёт. Дети живут здесь не более двух недель, без родителей, даже самые маленькие. Просто видите, некоторые уходят в эту болезнь вместе с ребёнком. А если ребёнок уже принял свою болезнь, не принял, что он уходит, он уже спокойно относится. Они быстрее адаптируются, чем родители. По большей части, когда ребёнок уходит, ребёнок готов, родители не готовы. И наш центр также направлен на то, чтобы подготовить родителей к уходу детей. Этот период – передышка, когда мамы и папы могут заняться другими детьми в семье, а маленькие пациенты отвлечься от постоянных угнетающих эмоций. Они играют, учатся, общаются со сверстниками, становятся более активными и открытыми. Час за часом и день за днём живя так, как будто этой болезни вовсе не существует. Борьба с онкологией в Казахстане – дело государственной важности. Всё лечение проводится бесплатно в двух специализированных центрах с привлечением квалифицированных экспертов и применением новейших технологий. Но медицинские процедуры – это далеко не всё. О том, что ещё нужно детям, которые столкнулись с этим страшным диагнозом, мы поговорим с президентом общественного фонда «Здоровая Азия» и директором Центра детской палиативной помощи «Нагимой плохих». Агимаша Машина, первый вопрос такой. Какая помощь, кроме медицинской, нужна больным деткам и их семьям? Когда мы большой акцент стали делать на то, чтобы поддержать семью, в которой есть онкобольной ребёнок, и эта помощь была разного вида. Это была и психологическая помощь, и материальная помощь, и помощь продуктами, питаниями и одеждой. Когда родители это видели, они понимали, что они в своём горе не одни, что мы рядом. Поэтому слоган наш «Я с тобой» – «Менсиен Мембергемен». За 2017 год мы смогли аккумулировать на наши счета 9,5 миллионов тенге. Скажите, пожалуйста, а какие на себя берут функции и обязательства общественные фонды и волонтёры в оказании палиативной помощи? Когда мы обращаемся через соц. страницы, да, пусть это будет перепост, пусть это будет какая-то копеечка на СМС-ку пришедшая, на Киви-кошелёк пришедшая через сайт, да, это всё их волонтёрские пожертвования. Это всё их волонтёрское участие в поддержке этих маленьких деток. И благодаря им, это их тоже победа, когда мы каждый год 72 ребёнка снимаем с учёта, как победивших рак, когда мы каждый год порядка 30 детей можем вывезти в Москву на игры победителей, и они у нас привозят медали золота, бронзу и серебро, и один год мы даже привезли больше, чем наши казахстанские олимпийцы, да, медалей. Мир знает такие случаи, когда медики отказывались от больного, говорили, что всё, уже считанные дни, а он выздоравливал где-то. Да, у меня много таких детей. Знает ли Казахстан такие случаи, когда в больнице отказались, а в хосписе выздоровел? У меня очень много таких детей. Были прогнозы недели, были прогнозы две недели. Вопреку всему, мы жили 4 года. У нас очень много таких детей. Скажите, а вот люди же не все знают о таком виде помощи, как паллиативной помощи, когда им об этом рассказывают. Нет ли вот какой-то реакции вот этой негативной, что это, что это такое? Ну вот здесь, как паллиативщик, я вам скажу такую вещь. Паллиативная помощь, она веками была, есть и будет. Она была, причём веками. Корнями она идёт из Древней России. Корнями она идёт оттуда. Там этим занимались монахи. У нас в Азии занимались этим дервиши, акыны, которые ходили из-за Улау, понимаете? И которые подходили к юрте похоронной, да, траурной, чёрной. И когда узнавали, какое там горе случилось, то они заходили туда с песней, тут же сочинившей про этого батыра, который погиб, и о котором горюется и семья, и семья уже понимала, что память об их сыне никогда не умрёт, она осталась в песне. И эти эпосы до сих пор сейчас наши дети изучают, да? Вот. Она была, эта паллиативная помощь, она всегда была. Ну и заключительный вопрос, наверное, какие необходимо принимать сейчас действия у нас в стране, чтобы поднимать уровень паллиативной помощи в стране? Сегодня, как бы, у нас есть такие приказы в министерстве, когда нужно открывать паллиативные отделения, паллиативные палаты, но там, оказывается, чисто медицинская только сегодня помощь, потому что, к сожалению, нам сегодня не хватает паллиативных психологов, паллиативных медсестёр, паллиативных социальных работников, которые именно глубоко и чутко будут знать именно эту работу, именно в этой области. Паллиативную помощь, её нужно выделить как отдельную паллиативную помощь, как отдельную функцию Министерства здравоохранения, то есть именно медицинских услуг. И она должна быть обязательна. На паллиативную помощь должны быть заложены финансы, финансирование должно быть обязательно. И финансировать эту помощь нужно достойно. Потому что именно от оказания грамотной, качественной, паллиативной помощи зависит сегодня выздоровление пациента. Спасибо большое, что рассказали, что есть такая паллиативная помощь. В вашем деле желаю больших успехов, и чтобы детки выздоравливали. Спасибо вам. Всемирные игры победителей – это своеобразная олимпиада для детей, перенёсших онкологические заболевания. Соревнования проводят по шести видам спорта – лёгкая атлетика, футбол, шахматы, настольный теннис, плавание и стрельба. Игры проходят в Москве с 2010 года. За это время в них приняло участие около двух тысяч детей из 16 стран мира. Казахстанские победители участвуют в соревнованиях с 2014 года. За это время они привезли 46 медалей. Научный центр педиатрии и детской хирургии в Алматы – это настоящая штаб-квартира военных действий против рака. Здесь не только лечат, но и исследуют болезнь. Каждый год сюда привозят около 200 первичных пациентов, то есть детей, у которых злокачественную опухоль обнаружили впервые. Больше половины из них выздоравливают, но тем не менее продолжают наблюдение во избежание рецидива. Лечением онкологических заболеваний в этой больнице занимаются уже 25 лет. Самый большой опыт в борьбе с лейкемией. Для этого здесь используются признанные во всём мире программы, разработанные немецкими учёными. Эти программы позволили нам улучшить наживаемость до 78% при этом заболевании. Каких-то 25 лет тому назад все эти пациенты практически погибали. Поэтому, естественно, это очень хороший результат. В лучших мировых клиниках эффективность лечения при лейкемии составляет 85%. Своевременная диагностика – половина успеха, говорят медики. Необходимые лаборатории есть только в Астане и Алматы. Здесь проводятся все виды исследований на определение типа опухоли. С высоким процентом точности определяется, особенно молекулярно-сетогенетическое исследование, которое определяет гены в клетке, вплоть до генетического сегмента, который даёт конкретную поломку в клетке и хромосомную поломку. И что даёт конкретные данные по данному пациенту, есть у него онкологические отклонения или нет. В онкологическом отделении применяются различные методы лечения, в том числе и те, для которых раньше пациентов приходилось отправлять за рубеж. С 2012 года мы внедрили трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Мы проводим аутотрансплантацию, то есть выделение стволовых клеток из периферической крови самого пациента. Аллогенную трансплантацию от родственного донора. Мы проводим гапло-трансплантацию, это когда донором является мама или папа ребёнка. Раньше для проведения таких операций детям приходилось ждать очереди наравне со взрослыми или ехать в другие страны. Теперь трансплантация стала более доступной. В 2017 году в этом центре провели более 100 операций по пересадке костного мозга. Дети, которые борются с онкологией, проходят через множество неприятных процедур. Химиотерапия, диагностика МРТ, биопсия и регулярные медицинские осмотры – это далеко не полный список пугающих медицинских воздействий на растущий организм. Врачи и волонтёры помогают малышам преодолевать их страхи с помощью вот таких коробок храбрости. Здесь небольшие подарки за смелость – книги, игрушки и пазлы. Таким образом, взрослые поддерживают в маленьких пациентах позитивный настрой, который так важен в борьбе с болезнью. Лечение обычно проходит курсами, а значит, маленькие пациенты и их мамы проводят в этих стенах месяцы, а иногда и годы. Когда кажется, что сил на борьбу уже нет, на помощь приходят психологи. Это обязательная позиция в онкологическом отделении. С маленькими детьми чуть легче работать. Они отвлекаются на яркие игрушки, с ними хорошо работает игровая терапия. В таких случаях больше усилий требуется их родителям. Зачастую они молоды и сильно подвержены эмоциональным переживаниям, когда слышат диагноз своего ребёнка. Доходят до депрессии, проблем с семьей, родители начинают винить себя или друг друга. С ними мы работаем над позитивным мышлением, потому что оно действительно помогает в лечении. Сложнее приходится с подростками. В этом случае проблемы, связанные с преодолением болезни, наслаиваются на трудности переходного возраста. В отделении для такого рода пациентов существует отдельная программа психологической помощи. Некоторые родители ведут себя с подростками, как с маленькими детьми, начинают чрезмерно опекать их. Я советую им не бояться давать больше свободы ребёнку, чтобы он не замыкался в себе и боролся с болезнью. В первое время подростки в нашем отделении не хотят ни с кем общаться, ничем не интересуются. А если поговорить с ними в этом кабинете, оказывается, у них много талантов. Они хорошо рисуют, сочиняют стихи, поют. Детский рак протекает системно, он поражает очень многие органы. И первые симптомы рака, они, конечно, очень похожи на любые другие заболевания детского возраста. То есть это температура, слабость, недомогание. И поэтому не всегда родители думают о том, что у ребёнка может быть рак. Поэтому мы всегда рекомендуем не заниматься самолечением, обращаться к врачам, даже если это обычные симптомы. Сейчас мы наблюдаем поистине исторический для отечественной медицины момент. За этим стеклом проходит уникальная процедура со сложным названием «селективная интраартериальная химиотерапия». Новый для Казахстана метод лечения ретинобластомы – опухоли глазного яблока. Главное отличие от обычного курса химиотерапии – препарат вводится только в поражённую область. Итог – эффективность выше, вреда для здоровья меньше. Ретинобластома – достаточно редкое заболевание. Ежегодно его диагностируют у 20-25 казахстанских детей. Как и другие виды злокачественных опухолей, рак глаза чаще всего выявляется на поздних стадиях. В итоге 70% пациентов лишаются зрения. На сегодня те дети, которым пришлось удалить глаз, В прошлом году мы внедрили новую технологию – установление имплантов уже с детского возраста, для того, чтобы когда в течение роста ребёнка, когда растёт лицевой скелет, изменяется, то этот дефект не будет сильно заметен. Но скоро таких имплантов понадобится меньше. В Алматы приехали российские врачи делиться опытом и проводить мастер-классы по проведению точечной химиотерапии. Процедура в первую очередь направлена на сохранение органа. Целью этой процедуры является локальное избирательное воздействие на глаз с помощью точного введения химиопрепарата в глазную артерию. Этого мы добиваемся с помощью определённого рентгена ангиографической установки, пунктируем бедренную артерию, заходим в внутривненционную артерию, а затем катеризируем с помощью специального микрокатетера глазную артерию и вводим химиопрепарат. Проводить такую операцию можно только при внутриглазном распространении опухоли. Если она выросла за пределы глаза, его придётся удалять. Врачи отмечают, в России большая часть детей с ретинобластомой подходят для такого лечения. Нередки случаи, когда можно обойтись даже без него. В связи с улучшением диагностики онкозаболеваний в Казахстане, эта процедура может значительно сократить инвалидизацию раковых больных. В большинстве случаев удается сохранить имеющиеся до начала лечения зрение. То есть редко удается улучшить существенное зрение. Улучшение происходит, когда опухолевый узел отходит от диска зрительного нерва, от макулы. Тогда зрение улучшается. В большинстве случаев оно не ухудшается после нашего лечения. В столице тоже внедряют инновации. В научном центре материнства и детства нацелены на то, чтобы сделать доступным весь спектр трансплантации. С 2012 года здесь провели 58 операций по пересадке костного мозга. Мы на сегодняшний день являемся участниками Международного регистра Российско-Казахстанского банка доноров костного мозга. Наши пациенты с онкогематологическими заболеваниями получают еще одну дополнительную надежду на выздоровление, потому что мы начали находить доноров как в Казахстане, так и в России. Казахстанские врачи приняли на вооружение аутотрансплантацию, когда необходимые стволовые клетки выделяются из крови самого пациента. Эта процедура помогает спасти человека с нейробластомой на последней стадии. При применении обычной химиотерапии выживаемость таких больных составляет 15-20%. Аутотрансплантация повышает этот показатель втрое. Уже несколько лет по всему миру ведутся исследования о способности некоторых вирусов помогать организму в борьбе со злокачественной опухолью. А пока ученые еще не нашли способ тренировать иммунитет против раковых клеток, врачи с переменным успехом используют традиционные методы. С вами была программа «Спасаем жизни» и я ее ведущий Арман Каримов. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова